А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Посмотрите на эту фотографию. Ну почему эти девочки, которые с утра до ночи работают, почему они должны не слышать своего гимна? Почему тренеры и весь коллектив Хрустального должен бояться достать свой флаг? Бояться спеть гимн. И еще некоторые депутаты говорят, а давайте не будем вообще ездить на международные соревнования. Это чудовищно. Даже такая мысль чудовищна. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. Секрет спортивного долголетия Сирены Вильямс. На вопрос журналиста она ответила такой фразой, которая тут же облетела весь мир. Думаю, медицинские технологии, сказала Сирена, сильно изменились. Это единственная причина, по которой я до сих пор могу соревноваться. В 2016 году хакеры взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства и опубликовали список спортсменов, имеющих терапевтические исключения, другими словами, легально принимающих то, что другим нельзя. Согласно этим данным, Сирена Вильямс в 2010, 2014, 2015 годах оформляла право на использование оксикодона, гидроморфона, преднизона, преднизолона, метеопреднизолона. Первые два препарата, сильнейший болеутоляющий, который ВАДА относит к наркотикам. Остальные противовоспалительные средства, запрещенные к приему во время соревнований. Вот такой момент долголетия Сирены.